Здравствуйте, я Максим Заварин, сопредседатель профсоюза движения, водитель пассажирского автобуса В последнее время поступают вопросы по различным мессенджерам, по телефонным звонкам, также при личных встречах Отвечены наиболее частые и важные из них для того, чтобы люди, которые пытаются манипулировать простыми работниками Пользуясь тем, что работники мало разбираются в вопросах профсоюзных организаций и в вопросах о борьбе за свои интересы Наиболее частый вопрос это, почему профсоюз движения не зарегистрирован, он что незаконный и почему вы его не регистрируете Во-первых, статья 30 Конституции РФ говорит нам, что каждый имеет право на объединение, включая право создавать профессиональные союзы для защиты своих интересов Свобода деятельности общественных объединений гарантируется Никто не может быть принужден к вступлению в какое-либо объединение или пребыванию в нем То есть это конституционное право создавать профсоюзы Далее, Федеральный закон от 12.01.1996 номер 10 о профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности Говорит нам в статье 8 Государственная регистрация профсоюзов в качестве юридических лиц Что правоспособность профсоюза, объединение ассоциаций профсоюзов, первичной профсоюзной организации Иной профсоюзной организации, входящей в структуру общероссийского или межрегионального профсоюза Объединение ассоциаций и организаций профсоюзов в качестве юридического лица В качестве юридического лица возникает с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц Сведений об их создании и прекращается соответственно в момент внесения указанный реестр сведений о прекращении их деятельности Профсоюзы, их объединение ассоциаций, первичные профсоюзные организации в праве не регистрироваться. В этом случае они не приобретают прав юридического лица. То есть не могут завести лицевой счет в банке, не могут выступать истцом и ответчиком в суде. Вот и в принципе все права юридического лица. То есть профсоюз действует на правах общественной организации. И также согласно статье 18 Федерального закона номер 82 об общественных объединениях, в которой говорится решение о создании общественного объединения, о вытверждении его устава и о формировании руководящих и контрольно-ревизионных органов принимается на съезде, конференции или общем собрании. С момента принятия указанных решений общественное объединение считается созданным, осуществляет свою уставную деятельность, приобретает права за исключением прав юридического лица и принимает на себя обязанности, предусмотренные настоящим федеральным законом. В принципе, вот то, о чем я и говорил, что незарегистрированный профсоюз всего лишь не имеет прав юридического лица. В остальном он действует на правах общественного объединения. И плюсом статья 2 10 Федерального закона, право на объединение в профсоюзе, говорит нам, что профсоюз – это добровольное общественное объединение граждан, связанных общими производственными профессиональными интересами по роду их деятельности, создаваемое в целях представительства и защиты их социально-трудовых прав и интересов. Все профсоюзы пользуются равными правами. Все, значит, и зарегистрированные, и не зарегистрированные. Вот и получается, что все профсоюзы, зарегистрированные, и не зарегистрированные, являющиеся юридическими лицами, не являющиеся юридическими лицами, пользуются равными правами. Ну, за исключением тех самых юридических прав, о которых я уже говорил. Значит, вот эти самые манипуляторы приводят только те выдержки из законодательства, которые им удобны. Ну, а для чего, спрашивается такая манипуляция? Да, для того, чтобы люди боялись вступать в профсоюз. Они подумают, что, а, профсоюз незаконный, и вступать в него преступлением. Хотя еще в первом ролике я говорил, что профсоюз движения осуществляют свою деятельность согласно Устава и в рамках законодательства Российской Федерации. Так что не надо бояться вступать в профсоюз. Тем более для тех, кто опасается давления, членство в профсоюзе по-прежнему тайное. Также частый вопрос, кто вам помогает, и при чем здесь Рабочая партия России? Ну, помогает нам и Рабочая партия России, и Фонд Рабочей Академии. Помогают не только нам, но и всем рабочим и трудящимся, которые борются за улучшение условий труда. Помогают, естественно, только тем, кто борется. Ну, а тем, кто не борется, им и помочь-то нечем. Помогают безвозмездно. И чем нас больше, чем мы сильнее организованней, чем мы сильнее сплоченней, тем эта борьба будет более эффективна. И я не скрываю от того, что я являюсь членом Рабочей партии России, которая является партией рабочих не только по названию, но и в сущности, что и прописано в 15-м пункте устава, что решения руководящих органов считаются принятыми, если рабочие составили большинство голосовавших. И то, что я являюсь членом Рабочей комиссии Центрального комитета Рабочей партии России, говорит о том, что в этот партийный орган меня выбрали рабочие, оказав тем самым высокое доверие. И это доверие, я считаю, обязанным себя оправдывать своими действиями. Ну, а теперь бы хотелось разобрать ответы из Государственной инспекции труда на заявления, которые были отправлены нами в прокуратуру. Кстати, под нами я имею в виду часть коллектива по ТИПА-2, которые подписали это заявление. Именно эта часть коллектива по ТИПА, а не профсоюз движения, осуществил это. Ну, и, конечно, не без участия активистов профсоюза движения. По заявлению касаемо простоев на ГНКС, как я и говорил всегда, здесь нарушения трудового законодательства нет. Никто нас не заставляет там стоять, и палками нас не бьют. Ну, давайте посмотрим маленько более внимательно. И вот, что пишет Государственная инспекция труда. Исходя из Вашего коллективного заявления на действия работодателя неоплаты времени простоя на ГНКС водителям автобусов, работающих на газомоторном топливе, Государственной инспекции труда в Тюменской области в рамках Трудового кодекса Российской Федерации проведена работа по установлению оснований для проведения контрольно-надзорных мероприятий в отношении АО ТПА-ТП-1. Ну, и, соответственно, оснований таких не найдено. Это все подробно расписано в ответе, весь я его зачитывать не стану, некоторые выдержки только приведу. Но наличие трудового спора здесь усматривается, о чем в письме и написано. Что Государственная инспекция труда в Тюменской области законодателям не наделена полномочиями в части разрешения трудовых споров. И, исходя из ответа такого-то, Ваш адрес на коллективное заявление, в котором указано, что по оплате времени простоя на ГНКС водителям автобусов, работающих на газомоторном топливе, на предприятиях в 2019-2020 годах, осуществляется дополнительный учет времени, затраченного водителем на заправку на ГНКС, и производится оплата данного времени из расчета часовой тарифной ставки, что подтверждается расчетными листами работников, предоставленных работодателям. Усматривается наличие трудового спора. Ну, то, что касается, как нам оплачивают, я это объяснял в предыдущем ролике, то есть оплачивают только то время, которое мы проставим по 4-5 часов, в связи с ремонтом заправки, если она неисправна, там один компрессор, допустим, выходит из строя, или она закрыта на ТО, и работает три колонки из шести. А текущее время простое, оно не оплачивается. Ну, и наличие трудового спора говорит о чем? Что спор – это разногласие. Работники гласят одно, нам не платят, а работодатель гласит другое, что все вам оплачивается. И этот спор можно решать в судебном порядке, о чем пишет нам трудовая инспекция. Учитывая изложенное вы и другие работники АО ТП и ТП номер один, имеете право обратиться в судебные органы в часть разрешения трудового спора между вами как работниками и акционерным обществом ТП и ТП номер один как работодателем по доводам, указанным в вашем коллективном заявлении. Ну, или либо решать этот спор коллективными действиями. Лично я за второй вариант. Теперь по заявлению касаемо минимальной базовой ставки, из которой уже рассчитывается часовая тарифная ставка согласно тарифному коэффициенту соответствующего разряда оплаты труда. И вот здесь основания для проведения контрольно-надзорных мероприятий были установлены. И государственной инспекцией труда в Тюменской области принято решение о проведении административного расследования в рамках Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях по нарушению трудовых прав работников АО ТП и ТП номер один по окончании административного расследования будут приняты меры инспекторского реагирования. И вот что из очень интересного пишет Трудовая инспекция. При осуществлении регистрации коллективного договора соглашение соответствующий орган по труду выявляет условия, ухудшающие положение работников по сравнению с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права и сообщает об этом представителям сторон, подписавшим коллективный договор, соглашение, а также соответствующую Государственную инспекцию труда. Условия коллективного договора соглашения, ухудшающие положение работников, недействительны и не подлежат применению. И далее вот тут с жирненьким, с подчеркиванием пишут, что региональное отраслевое соглашение по автомобильному и городскому пассажирскому транспорту Российской Федерации на 2020-2022 годы, это вот на котором основывается по ТП, устанавливая базовую ставку, зарегистрировано Департаментом труда и занятости населения Тюменской области, с выявлением условий, ухудшающих положение работников АОТП-ТП номер один по сравнению с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, что отражено в письме Департамента труда и занятости населения Тюменской области от 30 апреля 2020 года, номер такой-то. Копия прилагается к данному ответу. Опа, какого числа? 30 апреля? Давайте посмотрим эту прилагаемую копию. В ней указано, что Департамент труда и занятости населения Тюменской области отправил удомление в три инстанции. Заместителю губернатора Тюменской области, президенту союза автотранспортников Тюменской области, это союз работодателей, можно сказать, и председателю Тюменской территориальной организации общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства. В эту территориальную организацию входит и первичная организация, профсоюзная первичная организация ПТПА. И в уведомлении указывается, что уведомление это о регистрации с сообщением о выявлении условий, ухудшающих положение работников по сравнению с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. И Департамент труда и занятости населения Тюменской области сообщает, что региональное отраслевое соглашение по автомобильному и городскому пассажирскому транспорту на 2020-2022 годы зарегистрировано 30 апреля 2020 года, регистрационный номер такой-то, и при регистрации соглашения выявлено следующее условие, ухудшающее положение работников по сравнению с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. Далее приводится табличка, что пункт 3.1 соглашение ухудшающее и ссылается на нормативный акт, это федеральное отраслевое соглашение по автомобильному транспорту и по автомобильному городскому наземно-пассажирскому транспорту на 2020-2022 годы, в сравнении с которым и произошло это ухудшение, о чем мы, собственно говоря, и заявили. И вынесено предписание, чтобы внесли изменения и дополнения в соглашение согласно настоящему уведомлению. То есть, как минимум, после майских праздников это было известно. Пока дошло уведомление. Ну и с гражданкой Поляковой я разговаривал 14 сентября и она, как выборное лицо представительного органа работников, не предприняла абсолютно ничего в сторону защиты прав работников. Она даже не удосужилась проверить, а вдруг заварен прав. В разговоре со мной, как с одним из работников, она активно защищала работодателя, говорила, что нарушений нет, что все у них согласно нормам трудового права. Но оказалось не совсем все. Может, это некомпетентность, или это вымышленно, или то и другое вместе взятое. Ну или как, допустим, вот это понимать ее заявление. Вредные условия, вот честно скажу, из пальца высосаны. Потому что сейчас автобусы сертифицированы. Все пригодны для работы. Вредные условия высосаны из пальца. И это говорит представитель работников. Точно. Ну а вот это самое козырное, то, что мне нравится. Ну я уж молчу о тех моментах, когда правосоюз всегда ходит на защиту от работников. Работников, она сказала. Там оргтехника зашумела. Я не разобрался. Может, работодателя все-таки. Ну и вот сама она говорит, что все локальные акты подписывает их профсоюзная организация. Все локальные акты, в общем-то, все локальные акты в нашем предприятии все подписываются с участием профсоюзной организации. Что подписывают, не глядя или не разобравшись, насколько это правомерно, также в этом письме указано следующее. Что, учитывая изложено, вы и другие работники АО ТП ТП номер один, имеете право обратиться в судебные органы в части разрешения трудового спора между вами как работниками и АО ТП ТП номер один как работодателем по доводам, указанных в вашем коллективном заявлении. Но это уже дело лично каждого работника по ТП. И стоит обратить серьезное внимание на следующий момент, который прописан в обоих письмах. Что лица, считающие, что они подверглись дискриминации в сфере труда, вправе обратиться в суд с заявлением о восстановлении нарушенных прав, возмещении материального вреда и компенсации морального вреда. То есть, если я считаю, если я просто так считаю, что меня дискриминируют, то я могу обратиться в суд. Я могу, конечно, ошибаться, но там, пускай, суд разбирается. А если это сделают 5, 10, 15 работников в отношении одного должностного лица, например, вот такого? Какого хера ты подписываешь, не глядя, не думай еще. Вот сейчас прокуратуру подали, да, что недоволен зарплатой. Ты своей зарплатой недоволен? Работой недоволен. Ну, на данный момент мне надо среагировать. Что тебе это? Вот как? Я тебе еще раз объясняю. Ты знаешь, что я, блядь, из-за тебя нахуй 2 дня до 8 часов здесь сидел, твои графики делал, блядь, работы, нахуй. Не нравится, нахуй, собрался, да пошел дальше. Кому не нравится, так нахуй, кто держит? Вот объясни, кто держит? Всего кто-то держит. Кому не нравится, нахуй, идут дальше в жизнь. Проверку сделают, утвержденные тарифы, тебе начислено по утвержденным тарифам, никто тебя не объявал, меньше тебе положено, они заплатили, блядь. Такой простой момент, не нравится, кто держит? Вот таких он долбоюбов сейчас набрал, и сейчас оно получается, вот мне надо среагировать. Ну, значит, надо это самое, что-то как-то среагировать. Режим там другой сделать, чтобы ты, ну, мало раз ты обратился с жалобой. Зачем ты тогда подписываешь? Прежде чем подписываешь, ты поинтересуйся, поспрашиваешь людей. Ну, ты как он? Вот если ты пришел ко мне, я тебе рассказываю, за что ты подписываешь? А там ты подписал, вот за что? Он видишь, он расписываешь, он знает, за что ты расписываешься, ты же знаешь, за что. А там ты за что расписался? Ладно. Это так, это профилактическая беседа, просто я логику твою понять не могу. Кто тебе показал, он специалист великий, или кто? Это главный бухгалтер, кто? Ты бы хотя бы взял тогда, проконсультировался. Это эти самые, я согласен, если бы ты там, главный бухгалтер, подошел, проконсультировался, там, где сидит, у тебя там свой, и тот бы тебе сказал, да, а вот сейчас непонятное, я тебе говорю, ты просто создал лишнюю работу, лишнюю эту. Рекомендую крепко подумать, прежде чем говорить вот так, подобным представителям, работодателям, среагировать, ему надо было видеть, или на что? На реализацию законных прав работника? То есть, он считает, что нужно было с ним проконсультироваться, а он-то бы уже успокоил, и сказал бы, что все хорошо, не надо переживать, не надо никаких действий предпринимать, а то ему работы подвалило, и он теперь должен графики составлять. Так-то, ты должен это делать в отношении каждого работника, который находится в твоем структурном подразделении. Это и прописано в правилах внутреннего трудового распорядка, да я и думаю, в должностной инструкции по-любому это есть. Ну, а сколько раз он сказал, что не нравится, ну, увольняйся. Может, это тебе, специалисту, консультанту, надо найти работу, соответствующую твоей компетенции. Следует отметить о наличии определения о признании потерпевшим. Так и написано в нарушении требований ст. 22.50 Трудового кодекса РФ тарифная ставка по отраслевому соглашению по автомобильному городскому наземному пассажирскому транспорту РФ на 20-22 годы работников АО ТП-ТП номер один установлено ниже. Принимая его внимание, вышеизложенное определил инспектор признать в качестве претерпевшего работников АО ТП-ТП номер один по этому делу. Что значит потерпевший? Это значит, что в отношении работников совершены противоправные действия. Противоправные действия есть нарушение законодательства, о чем было и сказано выше. Нарушение трудового законодательства. Нарушение законодательства это преступление. Значит, это действие произвели преступники, а люди, которые покрывают преступников, есть соучастники. То есть, тоже преступники. ну и так же хотелось бы обратиться к тем, кто ходит и конючит, что вот работали же нормально, зачем писать куда-то? Теперь не видать нам по 250 часов в месяц. Я не пойму, вы хотите больше работать или больше зарабатывать? Часы, которые вы перерабатывали, теперь достанутся тем, кто не дорабатывал. Я надеюсь, по крайней мере, на этом. Ну и вот посчитайте, если вы вдвоем вырабатываете по 250 часов общих, получается 500. Если поделить на 3, получится 163 часа. Ну это почти что средняя норма рабочих часов. То есть, получается, что вы вдвоем третьего увольняете. То есть, мог бы еще один мужик работать и кормить свою семью. Ну а работодателю, конечно, выгодно, платить вам за переработки, потому что эти 163 часа, которые он поделит вам по 80 и оплатит в размере часовой ставки. Ну пусть это будет 20 тысяч, то есть, по десятке. А так бы он заплатил 40 тысяч в два раза больше, если учитывать все гарантированные надбавки и премиальные. Ну вот вы получили по этой десятке сверху. Сколько вам понадобится на лекарства, ну если даже не сейчас, потом ближе, так сказать, к предпенсионному возрасту, если доживете. Вот хватит вам этих денег или вы их уже потратите? А детей-то вы видите своих? Воспитываете ли вы или вы проводите жизнь на работе? Ну а что же касается все-таки простых работников городского наземного пассажирского транспорта, да и вообще всех простых работников, я призываю вас объединяться в организации, в нашей рабочей организации и бороться за улучшение условий труда. Никто нам не поможет, никто не будет делать этого за нас и по одиночке мы этого не решим. Ну а если кто-то присел на нормальное место и выделяется среди простых работников в том числе и зарплатой больше в два раза, при этом оставляя свою жизнь и здоровье на работе, он думает, что он улучшил свою трудовую жизнь. Ну как-то странно это выглядит. Улучшил ее, во-первых, в индивидуальном плане, причем кого-то ущемив и за счет своего здоровья. Молодец, да? Ну и пока мы будем геройствовать на кухне, а нас так и будут продолжать вытирать ноги. Я еще раз говорю, давайте объединяться, давайте образовываться. Пользуясь нашей малограмотностью, работодатели и их представители манипулируют, еще и в том числе используя желтые профсоюзы. Ну еще раз повторю, желтый не значит незарегистрированный. Желтый профсоюз это значит, что у него верхушка гнилая, то есть сам-то профсоюз состоит из простых работников, но выборные лица и выборные органы действуют в своих шкурных интересах и соответственно стоят на стороне интересов работодателя. то есть если бы члены этой профсоюзной организации поняли, как им можно действовать согласно их же уставу, они могли бы переизбрать эту верхушку и направить этот профсоюз работать в их интересах. Ну и подводя итог, можно сказать, что вот эти действия работников по ТЭПА номер два города Тюмени связанные с коллективным заявлением в прокуратуру привели к тому, что не просто защищаются права вот этих 20 человек подписавшихся под заявление, ну и теперь соблюдается трудовое законодательство в отношении их и в том числе и режим труда и отдыха соблюдается, то есть люди высыпаются и работают нормально, что несомненно сказывается на качестве обслуживания пассажиропотока города Тюмени. Ну можно много говорить, можно много писать, но где-то там кто-то сказал, что по делам вы и узнаете их. И помните, работодатели ничего не боятся так сильно, как организованных, сплоченных и решительных работников. Спасибо. Спасибо.